Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика» в студии Максим Попов. О главных новостях в Чувашии прямо сейчас. Опасность сохраняется. В майские праздники в республике усилят темпы вакцинации от ковида. Знать, чтобы помнить. Чувашия приняла активное участие во всемирно-исторической акции «Диктант Победы». Герб, флаг, гимн. Сегодня отмечается День государственных символов Чувашской республики. В среднем 50 жителей республики заболевают ковидом ежедневно. Стало известно, что на карантин ушли 19 классов, несколько групп в техникумах и детских садах. Пока темпы роста удается сдерживать, но опасность возрастает. Особое внимание надо уделить приезжающим в регион. Впереди майские праздники, а затем и сезон отпусков. Мобильность жителей возрастает в разы. И это вызывает серьезные опасения. Люди, которые приезжают из-за рубежа, как правило, завозят уже мутированные штаммы новой коронавирусной инфекции. Это уже требует еще более внимательного и иного отношения к этому процессу. Поэтому прошу эту работу усиливать, то есть фиксировать и всяческим образом держать на контроле въезжающих в поле зрения. И сделать все, чтобы эти люди в кратчайшие сроки сдали необходимые тесты, причем желательно неоднократно. В штабе также напомнили, что ситуация с коронавирусом зависит от самих граждан. Важно соблюдать ограничительные меры и не избавлять темпа вакцинации. Временно исполняющий обязанности руководителя управления распотребнадзора Почуваша Вера Головач отметила, что до начала летней оздоровительной кампании должен быть привит весь персонал детских оздоровительных лагерей. Поставка вакцин в республике идет по плану. Планируют увеличить количество выездных мобильных групп. Усилить темпы вакцинации намерено в майские дни, когда большинство людей будут отдыхать. Все медицинские организации будут работать и процесс вакцинации не будет останавливаться, а будет только в усиленном режиме, пользуясь. И надеюсь, что в выходные дни люди более активно будут приходить на вакцинацию. Также министр сообщил, что в республику поступят 24 новые машины. Это позволит обеспечить поликлинической помощью жителей даже в самых отдаленных деревнях республики. На машинах будут доставлять лекарства и анализы. Все автомобили передадут в районные больницы. 2 мая православные христиане отметят светлый праздник Пасхи. В условиях распространения коронавирусной инфекции важно соблюдать рекомендации Оспотребнадзора. Мы рекомендуем лицам с высоким риском тяжелого течения заболевания воздержаться от участия в торжественных богослужениях. Это прежде всего люди старше 65 лет и лица, страдающие хроническими заболеваниями, заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы и сахарным диабетом. При посещении религиозных организаций обязательно используйте медицинскую маску и не забывайте о социальной дистанции. Обрабатывайте руки антисептиками и соблюдайте правила личной гигиены. Будьте здоровы и берегите себя и своих близких. Участники стратегического совета обсудили реализацию национальных проектов. Строительство домов, переселение из аварийного жилья, ремонт дорог. Работа в этих и других направлениях идет согласно дорожным картам. Сегодня в Чувашии действуют 11 национальных проектов. Для их успешной реализации были разработаны 46 региональных документов. Финансовое обеспечение всех региональных проектов в 2021 году составляет 16,1 миллиарда рублей. Из них средства консолидированного бюджета республики составляют 10,7 миллиардов рублей или 66% от общего объема финансирования. Доля финансирования региональных проектов в общем объеме расходов республиканского бюджета планируется в объеме 14%. Кассовые расходы консолидированного бюджета по состоянию на 21 апреля текущего года составили 11,5% от запланированного 1,2 миллиарда рублей. В этом году на реализацию национальных проектов в Чувашии направили более 8 миллиардов рублей. На данный момент заключены 36 государственных и 67 муниципальных контрактов. Ответственные за реализацию национальных проектов в республике вице-премьеры правительства Чувашии. Глава региона Олег Николаев поручил в течение месяца проверить ход работ на всех объектах капитального строительства, возводимых в республике в рамках нацпроектов. Глава администрации города Новочебоксарск ответил на волнующие горожан вопросы. На горячую линию поступило более 30 звонков. Вопросы касались всех сфер жизни. Многих интересует, как проходит благоустройство дворов и когда начнется ремонт проблемных участков дорог. Ангелина Семеновна пожаловалась, что в ее дворе по улице 10-й пятилетки владельцы машины оставляют свои автомобили прямо на детской площадке. Совершенно правильно, что вы обратили внимание на то, что каждая территория должна нести свою функционал. Детская территория для детей. То, что машина заезжает, это все незаконно. Обещаем сегодня отреагируем, направим паркон, значит будем нарушителей штрафовать, наказывать. Горячая линия проводилась в редакции газеты Грани. Помимо звонков в адрес издания поступило еще 80 вопросов. Ответы на обращения появятся 1 мая на страницах газеты и сайте городской администрации. Обязательно мы выезжаем по всем точкам, которые прозвучали. Смотрим действительно сами, какая ситуация, как описывают ее горожане, насколько серьезные проблемы. Есть вопросы, которые требуют достаточно долгосрочной проработки. Их за месяц порой невозможно решить, и на это уходит на 2-3 месяца полгода. Прозвучала от жителей Новочебоксарской благодарность, в частности, за решение транспортных проблем. По поводу нового автобусного маршрута, 32-101 который, огромное вам спасибо человеческое, что я уже две недели этим маршрутом пользуюсь. Каждый день очень удобно передвигаться. Это в отличие от тех маршруток, в комфортном автобусе намного удобнее ездить. Следующая горячая линия пройдет осенью в преддверии дня рождения города. Помимо этого, раз в месяц на вопросы жителей будут отвечать руководители отделов администрации Новочебоксарска, представители других органов власти. Ольга Семенова, Игорь Зверев, Республика. Продолжается голосование за объекты благоустройства по программе «Комфортная среда». Выбрать территории, которые нуждаются в преображении, жителям Чувашии помогают более 700 волонтеров. О том, где можно оставить свой голос, в нашем материале. На протяжении пяти недель, с 26 апреля по 30 мая, на платформе «Формирование комфортной городской среды» и на сайте госуслуги, каждый гражданин России в возрасте от 14 лет сможет отдать свой голос за ту или иную общественную территорию, которая, по его мнению, нуждается в благоустройстве. Вы можете выбрать любой муниципалитет, либо это любой район Чувашской республики, либо город Чуваксар. Традиционное голосование, когда выбирать объекты нужно было на выборах с помощью бюллетеней, перенесли в онлайн-формат. Теперь сделать свой выбор можно самостоятельно с личного компьютера, через специальное приложение в МФЦ, либо с помощью волонтеров. Помимо помощи в голосовании, волонтеры информируют людей о том, какие проекты были реализованы в том или ином муниципалитете. Я считаю, что каждый человек должен участвовать в таком проекте. И наша помощь состоит в том, чтобы привлечь как можно больше жителей наших городов, нашей республики к голосованию за благоустройство, за объекты благоустройства. И выбрать ту территорию, которая в следующем году станет лучше, станет краше. И действительно, города меняются для нас, города меняются ради нас. В голосовании участвуют 74 объекта благоустройства в 25 муниципальных образованиях. Перечни работ, которые необходимо выполнить в первую очередь – озеленение, устройство пешеходных зон и улиц, установка детских площадок. Из-за огромной нагрузки на платформу возможны временные технические неполадки, но в скором времени все они будут устранены. Итоги голосования будут опубликованы на сайте Минстроя, на той же платформе. Общественные пространства, набравшие наибольшее количество голосов, будут благоустроены уже в следующем году. А пока именно вы решаете, какие территории больше всего требуют внимания и как их благоустроить. Яна Яранова, Александр Отяков, Республика. Ровно 29 лет назад, 29 апреля, депутаты Верховного Совета Чувашской Республики утвердили государственный герб, флаг и гимн. Указом президента Чуваши эта дата определена как День государственных символов республики. Государственные символы воплощают многовековую историю единения народа. Изображенные на флаге и гербе элементы национального орнамента олицетворяют традиции и культуру республики. В честь праздника в Чувашском государственном художественном музее открылась выставка геральдических символов Чувашии. Наличие государственных символов Чувашской Республики, несомненно, это предмет нашей гордости и предмет того, что мы должны стремиться и дальше развивать государственность и свою национальную идентичность. Нам надо сделать все, чтобы оно получило в развитии и родного чувашского языка, и чувашской культуры, и всех иных составляющих развития нашего родного чувашского края. К символам относится и гимн. В его величественной мелодии и словах отражается связь времен и поколений. Интересна и история его создания. Депутаты были склонны принять за основу гимна Чувашскую лавну песню «Алрангамякизухи». И вариант другой был – это песня Герман Сипанчелебедева на стихе Тукташа «Тванжежил». Я сказал, что «Алрангамякизухи» все же является, я говорю, на мой взгляд, уважаемые депутаты, она и переводится «гимн землепашцу». Если взять за основу песню Герман Сипанчелебедева, это другой совершенно размах. Большинство депутатов, конечно же, проголосовали тогда за гимн Чувашскую лавну песню Герман Сипанчелебедева. Сегодня не только республика, но и районы имеют свои отличительные геральдические знаки. Знать прошлое – это значит думать о будущем. Ольга Семенова, Алина Сусметова, Андрей Шоклев, Республика. Знать, чтобы помнить, сегодня во всем мире прошла историческая акция «Диктант Победы». Активно включилась и наша республика. В этом году в Чувашии «Диктант» написали на 400 площадках, а также онлайн на сайте «Диктант Победы.рф». «Диктант Победы» многие пишут уже не первый раз. И это не просто проверка знаний. В первую очередь, это дань памяти тем, кто отстоял мир. Чтобы люди знали, чтобы люди помнили и не забывали, какими усилиями была достигнута эта победа и наш мир. С настроением я пришла боевым. Надеюсь, что отвечу на многие вопросы, потому что я в школе любила историю. На «Диктанте» я участвую второй раз. Глава Чуваши Олег Николаев отметил, что «Диктант Победы» – это еще и отличная возможность почувствовать, что мы все едины в своей любви к Родине и уважении к нашему героическому прошлому. Кроме того, «Диктант» имеет и большое просветительское значение. «Несомненно, это одна из замечательных форм того, чтобы еще раз проверить не просто свои знания, а может быть даже иногда узнать простые факты, которые происходили в годы Великой Отечественной войны и определенным образом, как я обычно называю, перебрать библиотеку своих знаний». За 45 минут участникам было необходимо ответить на два десятка вопросов. Это даты исторических сражений, имена героев Великой Отечественной войны. Среди заданий теста были и темы, связанные с историей Чуваши. «Наша система образования дает возможность знать историю Советского Союза. Но вот упор на малую Родину, упор на свой регион, упор на округ – вот это важно. Вот, пожалуй, в этом я делаю вывод, что нужно делать акценты в нашей истории, в подаче истории как предмета». «Для меня история близка. Самый любимый предмет в школе, самый любимый предмет в университете, сам в гуанитарии, заканчивая юридический факультет в Чувашском университете. Каждым годом становятся сложнее вопросы, приходится собираться мыслями, импровизировать. Это дополнительный повод достать учебники, достать энциклопедию, заглянуть опять в историю Великой Отечественной войны, вспомнить про полководцев, про тех героев, которые действительно ковали победу». Участники не ограничились только написанием диктанта. Партия «Единая Россия» совместно с движением волонтеров запустили новую акцию «Письма Победы». Организаторы призывают поблагодарить ветеранов, если не лично, то хотя бы дистанционно. Эти письма передадут волонтеры вместе с подарками ко Дню Победы. Наталья Мальчикова, Маргарита Мельникова, Юрий Марков, «Республика». В Чубаксарах состоялась торжественная церемония награждения победителей республиканских профессиональных конкурсов педагогического мастерства. «Победитель республиканского конкурса «Учитель года Чувашии-2021» стала учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа номер 12 города Новочебаксарска Чувашской республики Егорова Василиса Валерьяновна. Поздравляем! Номинаций конкурса немало. Определяли учителя года, воспитателя года, самого классного классного. Эти люди без преувеличения отдают сердце детям. И неважно, какой у них статус. Учитель начальных классов и английского языка школы номер 12 города Новочебаксарска Василиса Егорова работает педагогом уже 15 лет. Признается, что победа стала для нее приятной неожиданностью. Непередаваемые ощущения, конечно же, это волнение, это радость. Я хотела бы благодарить команду нашей школы, администрацию нашей школы, всех моих коллег. Я считаю, что это наша общая победа, и мы к ней шли и достигли. Я сейчас счастлива не только потому, что я являюсь победителем этого конкурса, но и то, что меня окружают дети мои любимые, моя школа, мои коллеги, родители. Поэтому мы все работаем вместе, воспитываем будущее поколение. Это, конечно же, совместная работа. Самым классным-классным стала Ксения Кале, учитель гимназии номер один города Чебоксары. Звание педагог-психолог года Чувашии 2021 получила Ксения Яранова из 65-й столичной школы. В торжественной обстановке назвали имена победителей шести конкурсов. Только в сердцах педагогов есть вот это чувство гордости за свою республику, понимание будущего для наших детей. И сейчас, на мой взгляд, наступило совершенно интересное время, которое дает нам возможность формировать внутренний мир ребенка. Ульяна Питакова, Павел Рядков, Республика. Баскетбольная команда «Чебоксарские ястребы» провела мастер-класс для юных спортсменов Ядрина, легендарную для начинающих баскетболистов встречу с профессионалами организовала министр образования и младежной политики Чувашии Алла Салаева. Встреча была не только увлекательной, но и очень познавательной. Юные баскетболисты из нескольких школ города ждали ястребов в гости с нетерпением. Для кого-то это была возможность познакомиться с кумирами, для кого-то поучиться приемам владения мячом. Нам в школе предложили сходить на мастер-класс по баскетболу. И я решила, что мне лучше сходить, чем это пропустить, лучше, пока есть момент, попробовать. Мне понравилось, и это было очень круто и незабываемо. Ястребы – настоящие адепты спорта. Один их внешний вид – убедительный довод в пользу здорового образа жизни. Парни не выпускают возможности пропагандировать свой любимый баскетбол. Я очень рад видеть счастливые глаза детей. Приятно очень встретили. Отличный зал. Когда сезон заканчивается, мы постоянно на мастер-классах стараемся привлечь как можно больше детей и молодежи к активному образу жизни, в частности к баскетболу. Встреча завершилась товарищеским матчем юных спортсменов с чебоксарскими ястребами. Ульяна Пятакова, Георгий Кривошейн, Республика. Это главные новости четверга, 29 апреля. Увидимся завтра. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин